Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Аникина. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Для удобства, комфорта и безопасности в экологическом парке возводят лыжную базу, реконструируют лыжероллерную трассу и пункт проката. Ход работ оценил глава города Сергей Бердников. Четверть века во благо родного предприятия. Старший агломератчик аглофабрики номер 3 удостоен медали Ордена за заслуги перед Отечеством. Сезон окончен. Молодые металлурги завершили лето стальным заплывом. А сейчас об этих и других событиях более подробно. С начала года в Магнитогорске зарегистрировано 82 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в которых 8 человек погибли, среди них один ребенок. По словам госавтоинспекторов, зачастую пешеходы выходят на дорогу, не посмотрев по сторонам, а водителей вовсе не замечают людей на переходе. Еще раз напомнить магнитогорцам правила дорожного движения в рамках профилактической акции «Пешеход» вышли госавтоинспекторы и волонтеры. Этот перекресток в районе вокзала один из самых напряженных в городе. Машины, пешеходы, трамваи, которые при повороте закрывают автомобилистам обзор, уследить за всеми участниками дорожного движения достаточно сложно. Именно это место выбрали для проведения акций автоинспекторы и волонтеры. Пешеходам вручали листовки, а также световозвращающие ленты, которые помогут водителю разглядеть человека на проезжей части в темное время суток. Это необходимо прикрепить либо на сумочку, либо на верхнюю одежду. В темное время суток она будет светиться. Также горожанам напомнили, что прежде чем выйти на переход, необходимо оценить ситуацию, а не идти на пролом. Ведь водитель может не заметить пешехода или попросту не остановиться. Вот, кстати, наверное, надо обратить внимание на поведение пешеходов, потому что это больная тема для водителей. Потому что пешеходы всегда считают себя на дороге правыми. Они не обращают внимания на знаки, на светофор. Они не понимают, что порой водитель просто не может затормозить и отреагировать внезапно на их движение. Поэтому даже там, где есть пешеходные переходы, все равно стоит убедиться хотя бы, что машины вблизи нет. Согласно статистике, с начала года в Магнитогорске произошло более 3800 ДТП. В 211 пострадали люди, 13 человек погибли. Зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездами на пешеходов, в которых 8 человек погибли, в том числе один несовершеннолетний ребенок. И 78 человек получили телесные повреждения, в том числе 17 несовершеннолетних. Большинство, конечно, по вине водителей происходит дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы охотно останавливались и брали светоотражающие ленточки, слушали инспекторов и волонтеров. Особенно пожилые люди, да, есть. Пожилые люди очень ярко реагируют на подобные мероприятия, потому что нуждаются во внимании, в большем внимании, чем молодежь. Провели профилактические беседы с водителями, тем более им в скором времени предстоит быть еще более внимательными. 1 сентября пешеходов в городе станет больше. С каникул в город вернутся многие школьники. Юлия Черешнева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Старший агломератчик аглофабрики номер 3 Евгений Павлусенко в преддверии для Металлурга был удостоен высокой награды. Медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Без малого четверть века он отдал работе на родном предприятии. За это время не раз был отмечен руководством как высокопрофессиональный специалист. Однако, как признается сам Евгений Леонидович, награды никогда не были основной целью. Он просто всегда старался делать свое дело максимально хорошо. Обеспечить качественным агломератом доменный цех – это главная задача, которая стоит перед агломерационным цехом. Только на одной из аглофабрик под номером 3 за одну смену на четырех машинах производится 3000 тонн готовой продукции. Строгий контроль за технологическим процессом здесь осуществляет старший агломератчик Евгений Павлусенко. Введение технологический процесс вести правильно. Волнять все режимные карты, все технологические инструкции. Следить за качеством агломерата соответственно. Химико-физический состав агломерата, чтобы соответствовать потребителям. В соответствии с требованиями доменного производства, агломерат должен обладать целым рядом свойств. Главный из которых – это высокая механическая прочность при низких и высоких температурах, максимальное содержание железа, основность, стабильность химического состава. Совершить ошибку при выпуске продукции для агломератчиков значит нарушить дальнейший процесс производства металла. К своим обязанностям Евгений Павлусенко подходит максимально ответственно. Помогают в работе, отличное знание своего дела, мастерство и опыт. Евгений Леонидович пришел на производство в 1998 году, как многие металлурги, по примеру, родителей. У меня здесь родители работали. Отец работал на второй сероочистке, а мамка здесь на перегрузке. Как в форме с армии пришел? Я пришел 1 июля 1998 года, а в 2023 я уже был на работе. А менее чем через месяц случился кризис 1998 года. Евгений Леонидович отмечает, благодаря стабильности и надежности, которые обеспечил комбинат, тяжелые времена он пережил довольно спокойно. Через год после трудоустройства был переведен в агломератчики. В 2008 году получил должность старшего агломератчика. Говорит, с каждым годом условия труда становились все более комфортными. Однако, несмотря на автоматизацию многих процессов, результат работы аглацеха до сих пор в большей степени зависит от людей. Ручной труд, человеческий фактор, это прежде всего. Очень многое зависит от людей. Даже если не сказать, ну, если не сказать, все зависит от человека. Людей, на которых можно положиться, в цехе немало, отмечает Евгений Павлусенко. Руководители добавляют, он и сам один из таких. Для многих коллег специалист является товарищем и наставником. Ну, Евгений Леонидович здесь дольше всех у нас работает. Уже без малого четверть века. Человек трудолюбивый, самое главное, неравнодушный. Ну, и старается своим энтузиазмом заражать остальных. Учит молодежь, ответственный. То есть, его не надо постоянно контролировать. Зачастую даже у меня, как у руководителя бригады, к нему возникает очень много вопросов. Приходится мне к нему обращаться за советом, а не ему ко мне, потому что всегда все расскажет, всегда все объяснит, потому что, ну, настоящий профессионал своего дела. За свой высокий профессионализм и многолетний труд Евгений Павлусенко был удостоен высокой награды в медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Секретом своего успеха старший агломератчик называет любовь к своему делу. Работа не может, не нравится. Если не нравится работа, лучше ее сразу покинуть. Потому что зачем носила себя и других? Я думаю, так. Не за награды, а для блага родного производства. Евгений Павлусенко планирует работать и дальше. Евгения Солохудинова, Денис Иванов, телекомпания, ТВИН. Еще более комфортнее и безопаснее в экологическом парке возводят новые объекты. На территории строят лыжную базу, эстакаду и реконструируют пункт проката. Как продвигаются работы, проинспектировал глава города Сергей Берников. В экологическом парке побывала и наша съемочная группа. Экологический парк давно пользуется популярностью среди горожан. Активно проводить время здесь можно круглый год. Зимой отдыхающих ждут приятные изменения. Одно из них – строительство новой лыжной базы для воспитанников детских спортивных школ. В купольном комплексе появятся раздевалки, комната для хранения лыж, холл, душевые, санузлы, тренерская. Все для комфортного пребывания будущих чемпионов. Идея у нас была уже давно. Но дети, которые занимаются в лыжной секции, спортивная школа номер 6, они всегда базировались в пункте проката коньков. Там было тесно им, у них комнатка была небольшая, 5 квадратных метров. И зачастую там не все помещались. Плюс это было неудобство просто посетителям парка, которые приходили на коньках покататься. Тут лыжники с лыжами ходят. Ну и поэтому вот все-таки идея такая возникла. У нас надо для них отдельно сделать помещение. Строительство близится к завершению. Ход работы ценил глава города. Сергею Бердникову провели экскурсию по новому объекту и рассказали, что где будет располагаться. Еще один объект – эстакада на лыжероллерной трассе. На месте старой возводят новую. Так будет красиво, комфортно и безопасно. Лыжники будут проезжать теперь поверху, пешеходы будут проходить по низу. Там будет у нас два пешеходных прохода, один технический будет проезд. Это для ретрака, для спецтехники, ну и для любой другой уборочной техники. То есть будет большой технический проезд. Длина этой трассы будет составлять 135 метров, высота 3,5 метра. То есть такой будет затяжной, еще такой затяжной подъем будет. И для лыжников рельеф новый добавится, ну и пешеходам, в принципе, будет безопасно это. Уже этой зимой преобразится пункт проката. Он станет в два раза больше. Помимо просторного хола и удобных раздевалок, здесь появятся туалеты и душевые. По традиции, к новому сезону обновят спортивный инвентарь. Вопросы, связанные с расширением пункта проката, тоже у нас назрели давно. Огромное количество людей сюда приходит отдыхать. И, конечно же, целесообразно там не всем иметь инвентарь. Гораздо проще его порой взять здесь на некоторый период времени. Тоже мы это все решим. Я, честно говоря, удовлетворен. В общем-то, я думаю, что, конечно же, в сроки должны все подрядчики уложиться. Вот весь тот объем работ, который мы для себя поставили задачу, я думаю, что он однозначно будет выполнен. Ну и самое главное, что действительно делаются те проекты, реализуются, которые действительно нам с вами нужны. Все три объекта должны быть готовы к середине осени. Юлия Черешнева, Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Также Сергей Берников оценил качество новой дороги по улице Калмыково. Накануне он проехал по новому полотну и пообщался с подрядчиками. Всего было отремонтировано почти три километра асфальтового покрытия от проезда Сиреневого до дома номер 81 по улице Калмыково. Строители заменили бордюрный камень, уложили выравнивающий слой и верхний слой асфальтобетона, установили новые крышки люков-колодцев. Напомню, работы по ремонту начались в начале июля. На этом участке дороги по Калмыково всегда плотный транспортный поток, особенно в часы пик. Здесь выезд из города в сады и поселки, поэтому полностью перекрывать движение не стали. Дорогу делали отрезками. Вот очередная дорога у нас с вами появилась протяженностью порядка трех километров еще здесь. Одна из дорог, которые мы сдадим в этом году, мы планируем еще две новых дороги построить. Да, мы сейчас вот строим по Зеленому Логу новую дорогу и еще в планах две дороги построить. Это по электросети и по Тевосяну. Ремонт улицы Калмыково прошел в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Всего по ней в этом году запланировано отремонтировать восемь дорог общей протяженностью более 12 километров. К другим темам. Готовь рассаду в августе. Именно такой совет дает садовый центр «Зеленый остров» тем, кто хочет в следующем году собрать хороший урожай ароматных ягод. Специально к новому посадочному сезону в магазинах центра появились лучшие сорта земляники отечественной селекции. На какие из них стоит обратить особенное внимание, выясняла наша съемочная группа. Только неопытные садоводы могут думать, что конец лета и начало осени – время исключительно для сбора урожая. Именно сейчас самый подходящий срок посадки земляники к будущему сезону. В садовом центре «Зеленый остров» представлено более десятка сортов на любой вкус. Некоторые из них пользуются особым спросом. Например, лакомка с неповторимой ярким земляничным вкусом. Это не ремонтантный сорт с очень крупными ягодами, который плодоносит и на кустах текущего года. И если будет очень длинная теплая осень, какие последние годы не редкость в нашем регионе, то она плодоносит и на усах. Помимо уже упомянутых, бесспорно привлекательных качеств, лакомка обладает еще одним преимуществом, которое по достоинству оценит подавляющее большинство садоводов. В отличие от остальных сортов земляники, которые нужно обновлять каждые 3-4 года, лакомка может сидеть на одном месте до 10 лет и при этом не потерять в урожайности и не выродиться. Еще один весьма популярный сорт – царица. Кроме отличных вкусовых качеств, ее характеризует завидная урожайность, вес одной ягоды достигает 45 граммов и высокая зимостойкость. Спокойно выдерживает бесснежные зимы до минус 20 градусов. Под снегом он зимует безупречно. Ягода очень урожайная. Вам очень она понравится. Также в числе фаворитов – купчиха, так называемая земклубника, то есть гибридный сорт земляники и клубники. Она удивит вас своим вкусом. Она удивит вас формой ягоды, очень длинненькая ягода. Она очень похожа на землянику лесную. У нее очень яркий земляничный аромат. Саженцы все из уральских питомников. Они все очень зимостойкие. У них очень хорошая корневая система. Они очень хорошо укоренятся буквально в течение двух недель. Все эти сорта прекрасно акклиматизированы и весьма устойчивы к грибным заболеваниям, что имеет особое значение в нашем климате с порою резкими перепадами между дневными и ночными температурами. Также в Зеленом острове широким ассортиментом представлен посадочный материал импортной селекции, в том числе ремонтантных сортов. Приходите к нам. Мы всегда поможем вам с выбором. Мы всегда расскажем о сортах, о посадке, о удобрениях. Садовый центр «Зеленой остров» ждет покупателей по адресам Советская 79 и Труда 39Б. Павел Зайцев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН. Более трех тысяч моделей, разнообразная цветовая гамма, фасоны на любой вкус. Магнитогорские двери для покупателей открыл новый магазин верхней одежды «Галерея Курток». За качественными и стильными обновками покупатели ждут по адресу Карла Маркса, 91, остановка Дружбы. В честь открытия на все изделия действует скидка 30%. «Галерея Курток» – это не просто новый магазин верхней одежды. Это возможность каждому из магнитогорцев и гостей города выбрать для себя куртку, ветровку, пальто или пуховик по душе. А приближение осенне-зимнего сезона – отличный для этого повод. Почему стоит к нам прийти? Во-первых, это скидка в связи с открытием 30% на любую продукцию. Также у нас представлено более трех тысяч моделей верхней одежды, разной цветовой гаммы. Представлены новинки этой осени. От пастельных оттенков до ярких, сочных цветов. В наличии изделия на любой вкус и цвет. Длинные классические модели, укороченные ультрамодные, приталенные, свободные. Размерный ряд представлен широкий – от 42 до 72. В основе изделий – современные утеплители, которые позволят чувствовать себя комфортно в ненастную и холодную погоду. Обновку здесь найдут не только представительницы прекрасного пола. Мужская верхняя одежда также представлена в галерее курток в ассортименте. За счет того, что у нас множество магазинов по всей России, мы закупаем одежду напрямую производители большими партиями. За счет этого вы получаете качественную одежду по приемлемым ценам. В честь открытия магазина на все изделия действует скидка 30%. Например, вот такая ветровка, которая стоит 4320 рублей, с учетом скидки обойдется всего в 3020 рублей. Это ли не повод приобрести обновку себе, привезти друзей и близких за выгодными покупками? Уважаемые жители города, приглашаем вас в первый в Магнитогорске магазин галерее курток, который откроется 1 августа, будет работать ежедневно с 10 до 8. За качественной, яркой, стильной верхней одеждой магнитогорцев и гостей города ждут по адресу проспект Карла Маркса, 91. Евгения Солопудинова, Георгий Бадаев, Телекомпания, ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Молодые металлурги завершили стальной заплыв. Под таким названием прошли командные соревнования в парке отдыха Лукоморья, организованные Союзом молодых металлургов совместно со спортивным клубом «Металлург Магнитогорск». Спортивное мероприятие посвятили 90-летнему юбилею ММК и закрытию летнего сезона. За состязаниями на суше и воде наблюдала наша съемочная группа. Первыми в стальной заплыв пустились лидеры здоровья. Участники социального проекта ПАО ММК объединились в команду «Вялые бобры». Да все классно. Все супер вообще. Такие эмоции просто. Не представляете, зашкаливают прям. Очень здорово, очень весело. Мы очень рады. Приятно принять участие в таких соревнованиях. Мне было очень интересно. Все-таки это в новинку. Вот честно, я первый раз на каяке каталась и первый раз с Лука стреляла. Почему я лыбал? Потому что мы самые лучшие, самые сильные. Еще у нас винтовка сломалась. Не подвел свою сборную Алексей Локтионов. Ему досталась прогулка на сабборде. Алексей поддерживает разные виды спорта, но саббординг для него новое направление. Я думал, честно, что упаду, потому что баланс нужно держать. И сказали, нужно стоя. Встал в стойку, там сразу практически. В общем, проще с колен крести. Ну, нормально прям. Единственное, сделал большой круг, когда разворачивался градус, радиус. А так, это вроде нормально. Берег Урала вновь привлек внимание активных и спортивных работников ММК. В этот раз для них организовали стальной заплыв. Он включал пять этапов. Сначала участники команды гребли веслами на каяке. Потом на другом берегу стреляли из Лука. Возвращались обратно и передавали эстафету следующим участникам. Они крутили педали на катамаране и стреляли в тире. Хороший результат показала Наталья Самойлова. Из пяти четыре попадания по мишеням. В детстве занималась стрельбой, пока училась. Так что имею навык небольшой. Для работников комбината это лето было насыщено спортивными состязаниями. Стальной заплыв стал заключительным. Его провели впервые. Однако организаторы надеются, что он станет традиционным. Стальной заплыв посвящен 90-летию ММК и закрытию летнего сезона. Для первого раза я считаю, что очень хорошо. 11 заявок, 11 команд все пришли, будут принимать участие. Они объединились, девочки с мальчиками, мальчики с девочками. И получилось довольно очень интересно. Посмотрим, кто победит, потому что силы распределились равно. По итогам пяти этапов третье место заняла команда доменного цеха. В шаге от победы оказались представители газоспасательной станции. Вперед вырвалась команда цеха подготовки вагонов номер два. Они стали лидерами стального заплыва. Ольга Аникина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Парижский полумарафон собрал почти две тысячи участников. В этом году забег проходил под статусом международного, поскольку на него приехали любители бега из Казахстана. Стать свидетелем соревнований и окунуться в непередаваемую атмосферу мог практически любой житель Земли. Национальный провайдер Ростелеком построил всю телекоммуникационную инфраструктуру полумарафона. Подробности далее. 1919 участников, 24 региона. Шестой парижский полумарафон превзошел все ожидания и стал настоящим праздником спорта. Неважно, какой возраст у легкоатлетов, найти дистанцию по душе мог каждый. Самому взрослому бегуну было 76 лет, самому юному всего один год. Детский забег на 150 метров выдался умилительным. В программу был включен и вип-забег на 2 километра. Его участниками стали первые лица региона, а также именитые спортсмены, призеры Олимпиад, Чемпионатов мира и Европы. Я сегодня сам пробежал 2 дистанции, 2 километра вип-забеги, еще 10 километров с превеликим удовольствием. На самом деле бежал именно в удовольствие, как бы подбадривал и ребят, которые бежали, они получали некую мотивацию и ребят с удовольствием тоже финишировали. Поэтому организация на высочайшем уровне. У нас замечательный регион, замечательные люди, замечательная природа. И вот такие событийные спортивные мероприятия, мне кажется, привлекают люди, больше узнают о нас. Это значит, будут приезжать, интересоваться. Это касается всего региона и Париж. Это один из основных элементов этой работы, которой мы целенаправленно занимаемся. Кроме спортивной была насыщенная и культурная программа. Недалеко от старта расположились шатры, где были представлены разнообразные ремесла. Мастер-класс провела и компания Ростелеком. Ее специалист показал, как сварить волоконно-оптический кабель. Так постигла из этого мастерства известная бегунья Евгения Зинурова. При помощи вот такого устройства она сама смогла сделать необычное ожерелье. Алексей, конечно, сказал, что все получится под его чутким руководством. Когда начали объяснять, сначала было достаточно сложно понять, но когда он перевел на нас женский домашний язык и сказал сначала мы сварим, а потом запечем, то все стало на свои места и у меня все получилось. Ростелеком стал единственным телекоммуникационным партнером марафона. Благодаря этой кампании человек из любой точки мира мог следить за соревнованиями. Символично, что стартовали спортсмены недалеко от вышки связи Ростелекома, уменьшенной копией эфиревой башни, главной достопримечательности Уральского Парижа. Наши специалисты здесь провели очень большую работу. Было заменено около 25 опор, которые идут по трассе. Был предоставлен канал связи для того, чтобы был бесперебойный интернет и также была возможность осуществлять телетрансляцию марафона. Ну и в целом организовано около 12 точек Wi-Fi. Это на старте марафона в точках общественного пользования. Это где питание, торговля, где судейство находится, для того, чтобы пользоваться интернетом на высокой скорости. Благодаря Ростелекому было совершено более 1200 подключений к точкам Wi-Fi доступа. А всего через канал связи было передано около 100 терабайт трафика. Это эквивалентно 25 тысячи фильмов в HD-качестве. Павел Бресеньев, Денис Иванов, телекомпания ТВЮ. Это все, чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи.